В городском саду играет духовой оркестр, да еще и не один, а сразу несколько. Межрегиональный фестиваль духовых оркестров Виват-Щелково собрал здесь на одной площадке лучшие коллективы со всей Московской области. Большой сводный духовой оркестр открывает фестиваль, посвященный 90-летию Московской области и Щелковского района. Во второй раз гостей собирает театрально-концертный центр «Щелковский театр», где, собственно, и базируется Щелковский духовой оркестр. Настоящая живая музыка порождает необыкновенные эмоции внутри и заставляет наши сердца биться особо. Духовой оркестр – истинное воплощение живой музыки. В Советском Союзе они существовали при домах культуры и клубах, заводах и фабриках. Военные оркестры участвовали в строевом обучении войск, а также воинских ритуалах, торжественных церемониях. В конце прошлого века интерес к духовой музыке несколько поугас, но сегодня разгорается с новой силой. Чему подтверждение – профессиональные конкурсы и фестивали, дающие возможность музыкантам продемонстрировать лучшее, на что способны. Будет интересно нам посмотреть в отдельности каждый коллектив. Но то, что сегодня звучало с водным оркестром, есть выучка определенная. И чувствуется, что готовились, готовились, учили, потому что, насколько я знаю, высылаются ноты заблаговременно, и потом буквально за одну репетицию все это сводится. Начало хорошее. Посмотрим, как будут выступать на ней в отдельности. А дальше шесть коллективов соревновались между собой. Помимо Щелковского – это Королевский духовой оркестр, коллектив имени Романа Алексюка из Истры, духовой оркестр «Вдохновение» из Волоколамска, «Томми-бэнд» из поселка Томилино Люберецкого района и еще одни наши земляки – военный оркестр учебного центра железнодорожных войск в поселке Загорянский. Жюри оценивало чистоту строя, сложность произведения, эмоциональность и виртуозность, нюансы и оркестровую дисциплину, причем как на сцене, так и за сценой. А для самих музыкантов фестиваль – это возможность оценить репертуар коллег, новое в аранжировках, представить свои задумки. Например, в составе оркестра из Истры выступали мажоретки-барабанщицы, которые демонстрировали искусство перевоплощения под руководством очень серьезного персонажа. В этом году отметил свое 95-летие духовой оркестр из Королева. Его называют гордостью города и не только за уважаемый возраст, но и за то, что круглый год он дарит свое искусство жителям и гостям. Зимой – в ДК имени Калинина, с апреля по октябрь – в городском парке. У нас город гордится, опять же, этим, как говорится, свершением новаторским, таким, когда у нас духовый оркестр играет. Это длится уже на протяжении практически всей истории оркестра, и поэтому некоторые люди даже специально приезжают из других городов послушать нас. На конкурс Королевский духовой оркестр представил новый творческий проект и неожиданные инструментальные сочетания. С музыкантами выступил солист Александр Кузовов. По итогам фестиваля конкурса первые места в двух номинациях по количеству участников заняли все наши – оркестр театрально-концертного центра «Щелковский театр» и военный оркестр учебного центра «ЖДВ». Жюри отметило, что успех хозяев закономерен. Далеко не в каждом муниципалитете так пропагандируют духовую музыку. Эта честь, огромная честь, и поблагодарил, что они проводят такую большую работу по популяризации духовой музыки, по популяризации инструментального исполнительства, а также патриотического воспитания. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова